Здравствуйте! Здравствуйте! За эти годы мы провели несколько крупных проектов, которые позволяли нам понять, в какую сторону нам эту систему выстраивать. Один из наших проектов был Владенцовский молодежный завод. Мы пытались создать некое пространство, где молодежи было бы комфортно заниматься их любимыми видами спорта, или проводить как-то досуг совместно, тренироваться, просто общаться, играть в какие-либо игры. Мы поняли, что это интересно. К сожалению, проект не получилось поддержать, но как выводы мы сделали, мы поняли, в какую сторону нам надо идти. Тем не менее, проект придержался достаточно долго, и просто на улице стало тепло, я так понимаю, и молодежь переметнулась туда. И, в принципе, мы поняли, куда нам двигаться, и за прошлый год мы провели целый ряд еще мероприятий на этой основе. Вот «Энергия мечты» мы провели, фестиваль экстремальных видов спорта, киберспортивные турниры, и в том числе «Кубы головы города». И также продолжали системную работу по школам. Это и лекции трезвости, мы там проводили, провели даже антинаркотический стол, вместе с управлением образованием, все плечом к плечу выстраиваем вот эту систему. А в каких направлениях молодой человек может развивать себя, реализовать свой потенциал в молодежном центре? Вот по тем, которые были выше озвучены, или есть какая-то свобода для творчества в том числе? Да, есть свобода, конечно, там, то есть ребята сами приходили, предлагали свои какие-то проекты. Вот, ну, естественно, интересно, вот эти тренды, которые мы делали на заводе, они, в принципе, самые такие основные. Больше всего, вот и по школам мы когда опросы проводили, больше всего ребята интересуются вот киберспортом, вот экстримом, какими-то интеллектуальными играми. То есть вот в этом направлении мы и двигались. Екатерина, а как вы попали в Денцовский молодежный центр? Я совершенно случайно увидела, показывали промо-ролик, ребята говорят, вот у нас набор, и я пришла, будучи в декрете, мне хотелось быть полезной. Я пришла волонтером, и, в общем, так и осталось. То есть все случайности не случайны. Да, все случайности не случайны, и я очень рада и очень горда, что я попала именно в ОМЦ. О чем занимаетесь в ОМЦ? Есть какое-то разделение обязанностей? Ну, у нас сплоченное, мы работаем командой, но, конечно, какое-то разделение обязанностей есть. Я, например, веду игры Подмосковья, собираю сейчас пакеты вопросов, веду также наравне со всеми лекции трезвости. Пишем посты, новости освещаем друг другу, какие-то идеи продвигаем. Если что-то есть, то мы обязательно реализуем, если это получается реализовать, исходя из возможностей. А давайте напомним телезрителям, что такое Подмосковье. Подмосковье – это интеллектуальная игра. Первой библиотеки, да? Да, проводится первой библиотеки, но сейчас мы пошли дальше, хотим устроить кубок. Провели уже первую игру в Голицынской школе, прошла игра на ура. Что такое Подмосковье? Подмосковье – это интеллектуальная игра по типу «что, где, когда», но немножко в упрощенном варианте. Мы туда включаем мультимедийные вопросы, киновопросы, вопросы даже самые простые школьные программы, может быть, даже из детских сказок, что позволяет расширять свой кругозор, ну, не только в рамках, например, школьной программы, да, или того, что ты только тем, что ты занимаешься. Это очень полезно и дает свои плоды. Еще очень увлекательно, хочу я заметить. Ну, это очень увлекательно, да. Федор, кто сейчас входит в ОМЦ? Вот кто эти люди, которые вошли в команду, о которой Екатерина говорила? Ну, вот, да, Екатерина, значит, Валентина Черкашина, тоже наш активист, вот, волонтер в прошлом, сейчас наш сотрудник, вот, ведет и социальные сети, тоже проводит лекции, в принципе, у нас все ребята универсальные, также вот, Вадим Лупоносов тоже, он ведет и сайт, и, значит, занимается направлением киберспорта, то есть, помогает во всех этих местах. Еще, Вадим, всегда по доброте душевной делятся с нами видео с квадрокопси, разношу, ему большое спасибо. Летает, снимает, в общем, ну, работа очень интересная, всем нравится, и, конечно, все хотят везде себя попробовать, везде себя по максимуму применить. То есть, Вадим Лупоносовский молодежный центр в плане сотрудников позволяет тоже каждому реализовать свой творческий такой потенциал. А сколько молодежи, ну, скажем так, удалось привлечь в ОМЦ? Вот есть костяк такой, наверное, есть волонтеры, да, которые приходят, молодежь, которая приходит с проектами, вот сколько человек удалось задействовать? Ну, в цифрах, наверное, если за год посмотреть, то, я думаю, ну, несколько тысяч человек нам удалось проинформировать, именно так, чтобы вот какой-то прям близкий костяк, то это, ну, на победе жизни у нас было 50 волонтеров, это вот, наверное, ребят, с которыми мы регулярно общаемся. Ну, и самый такой вот костяк, это, может быть, 10 человек, вот, которые на каждых мероприятиях приходят, себя как-то показывают, проявляют. То есть, ну, обычная такая статистика, вот, поэтому, естественно, мы заинтересованы в том, чтобы и количество молодежи нас больше узнавало, да, что мы есть, что мы проводим работу, и, естественно, дать возможность вот этим ребятам, которые нас увидели, прийти, что-то попробовать, свои проекты, мы им с удовольствием поможем, вот, и они и себя реализуют, и какую-то пользу городу, району принесут, вот, и мы им сможем передать наш накопленный опыт в организации проведения мероприятий, в каких-то проектах социальных. А люди какого возраста могут обратиться в ОМС? Это обязательно молодежь, кажется, там, от 14 до 30, или нет возраста? Да, у нас на ОМС пришел мальчик, ему было лет 10, наверное, 11, не больше, он был совсем юный, и уже вот на победу жизни он в своем юном возрасте, он уже пришел волонтерить, я не помню, к сожалению, как зовут этого парня, он всегда приходил с папой, и вот он пришел, да, он пришел уже волонтерить, и активным был, и себя отлично проявил, так что таких каких-то рамок нет, или же бы отпустили родители, если тебе 12, и ты активный, почему нет? А если тебе 40, а в душе ты молод, почему нет? Да, мы, по крайней мере, я считаю, что даже в 35, как бы, у нас есть закон о молодых семьях, то есть в 35 ты молодая семья, и, в принципе, еще в молодежной политике, можно так сказать. Я за то, чтобы тоже возраст потихонечку повышать, молодежь, пенсионный подняли, надо и молодежный возраст. Ну да, вместе с этим возрастом погибется еще и самооценка очень многих людей. Мы уже поговорили о том, что в прошлом году ОМЦ провел очень много мероприятий. Одно из них – велопарад, его организаторами выступил Одинцовский молодежный центр и сообщество «Велоодинцово». Давайте вспомним, как это было. Иван Глазов всегда любил двухколесный транспорт. Сначала это был мотоцикл, а после несчастного случая, который произошел с молодым человеком на работе, он пересел на велосипед. За день Иван проезжает не менее 10 километров. Велосипед на Одинцово сейчас и еще несколько лет назад – две большие разницы, говорит спортсмен. Начиналось все до такого, что, допустим, у велосипедиста преимущество на дороге, а его не уступают. А сейчас все по-другому. То есть сейчас есть, конечно, чему развиваться. Надо велодорожки строить, надо и освещение строить. Стартовая точка парада – площадь УГТО. Далее велосипедистам предстояло проехать по улице Жукова, бульвару Любы Новоселовой, Северной, до парка культуры, спорта и отдыха и по тому же маршруту вернуться обратно. С ветерком по городу поехали велосипедисты старше 12 лет. Этот пункт в правилах велопарада появился из соображений безопасности. Хотя любитель двухколесного транспорта любого возраста должен быть максимально осторожным. Он должен знать, что он должен ездить в членах. И на пешеходной части пешеход всегда прав. То есть в случае чего велосипедист должен пропускать пешеход. Также при движении по машинной дороге он должен продержаться от правого края по ходу движения. Велосипедисты приехали на парад не только для того, чтобы насладиться свободными от автомобилей дорогами. Для многих это хорошая возможность в очередной раз проверить, насколько городская среда дружелюбна для владельцев самого экологичного транспорта и возможно вдохновить кого-нибудь отказаться от четырех колес в пользу двух. В 2014 году была когда-то концепция развития велоспорта в Одинцово, велодорожки и так далее. Потом она потерялась, она заглохла. Но я думаю, сейчас руководство города посмотрит, что-нибудь и изменится. Потому что сегодняшний опыт, пока добирались до площади, показал то, что город не приспособлен для велосипедистов. Это популяризация велодвижения, популяризация велосипедной инфраструктуры в городе. Мы сейчас видим, что все больше и больше людей отдают предпочтение передвижения на велосипеде каким-то альтернативным видам транспорта вместо автомобиля или общественного транспорта. И, конечно, это пропаганда здорового образа жизни. Во втором Одинцовском велопараде приняли участие более ста человек. Некоторые сожалели, что маршрут был слишком коротким, потому что возможность проехать свободно в следующий раз у них появится не скоро. Прекрасные впечатления, заряд положительных эмоций, бодрости. И всем пожелаю также присоединяться к таким мероприятиям и делиться общением, положительными эмоциями. Велопарад, сюжет о котором мы сейчас посмотрели, был не единственный в прошлом году. Второй прошел, если я не ошибаюсь, в рамках фестиваля «Победа жизни». Давайте по «Победе жизни» с вами поговорим более подробно. Федор, это, наверное, ваше детище, да? Да, мы как общественники начинали этот проект. И с каждым годом все набирает обороты. В прошлом году мы тоже добавили много площадок новых, интересных. Действительно, ребята из Велодинцова тоже нам помогали проводить. И получился очень такой яркий, красочный велопарад. Там у них была своя точка, свой шатер. И там люди, которые проходили, могли присоединиться к этому движению, получить какую-то информацию о мероприятиях. Это было очень интересно. Ну, естественно, там огромное количество организаций принимало участие. Комитет помогал по делам молодежи. В принципе, один из основных организаторов. То есть, глава, там все, в принципе, поучаствовали в организации. А вот давайте расскажем об интересной системе, которая работает на фестивале Победа Жизни. Да, ведь там очень много развлечений. При этом для того, чтобы принять в них участие, не нужны деньги. Да. Как правило, да, большая часть. Они за нечто другое работают. Вот расскажите, за что? Человек должен заработать наклеечки. В этом году это были печати, не наклеечки. Сделать какую-то полезность. Например, посетить шатер патриотики, ответить на какие-то квестовые вопросы. За полученные правильные ответы они получали штампик. Также был шатер от 123-й медсанчасти. У них там тоже был какой-то некий интерактив. Нужно было спасти Гошу. Человек, если спасал удачно Гошу или рассказывал, как правильно чистить зубы, как правильно следить за своей гигиеной, он тоже получал печати какое-то количество. Пять печатей за раз можно было бы получить. Ну и также было много образовательных площадок, где нужно было показать свои знания, показать лечение. И вообще свою принадлежность к тому, что ты ведешь здоровый образ жизни. Можно было подписать в петицию. Можно было подписать петицию. У меня ребенок хрюшку какую-то рисовал где-то. Ну вот, да. Мастер-классы также были, да. Там тоже можно было получить. Ну и какие-то, допустим, мы собирали подписи в пользу антиалкогольных, антитабачных инициатив, которые в Госдуме сейчас обсуждают. То есть, таким образом, и физкультурная направленность, там был стритбол, там воркаут, традиционный экстрим, киберспорт. Все вместе позволяло нам в такой квестовой форме людей провести. Ну да, то есть ты штампик получил, а потом пошел потратил там, где тебе хочется. Да, залез на скалодром, там или в лазертак поиграл, вот, из лука пострелял. То есть, мне кажется, это интересно, и людям, которые приходили, им тоже очень интересно. Конечно, очень непривычно, что не надо за это платить так, как мы привыкли. Да, да. В седьмой раз проходил, да, фестиваль «Победа жизни». Его главная цель – это, ну, собственно, приобщить людей к здоровому образу жизни. Вот удалось к этой цели приблизиться за 7 лет? Конечно. Я думаю, да. Двигаемся. И даже сейчас вот по школам, когда ходим с лекциями, мы даже спрашиваем ребят, кто был на фестивале, кто знает. То есть, ну, из каждого класса там 2-3 человека поднимают руки. Им было, им нравилось. И какую-то вот информацию мы потом видеоролик показываем. Они это все очень хорошо помнят и понимают, о чем мы говорим. Ну, и вообще общий тренд, то есть, на здоровье сбережения люди и по всей России, и вот даже вот в Одинцово мы вот с ребятами разговариваем. Многие действительно не пробовали ни разу даже там 18-19 лет алкоголь или табак. А те, кто пробовал, отказались, сейчас один из наших активистов тоже. Мы им гордимся, пользуясь случаем, там, это Артем, это представитель экстрима. Он тоже бросил курить и такой начал вести свой блог, что я хочу там на путь здорового образа жизни, там, как-то себя развивать. То есть, это становится трендовым, и ребята понимают, что их здоровье – это их ценность, и это сбережение силы, денег в будущем. То есть, они начинают в себя больше инвестировать каких-то полезных навыков. И мы им показываем эти полезные навыки. Пожалуйста, вот экстрим, вот воркаут, вот киберспорт, где хотите, вы можете там развиваться. А вредные привычки, они тут вам будут мешать. И все с удовольствием это схватывают, понимают. Вот, кстати говоря, про киберспорт не могу не спросить, потому что и телезрители часто вопрос задают. Ну, где киберспорт, и где здоровый образ жизни? Вот люди считают, что это совершенно противоположная вещь, не имеющая другого ничего общего. Да, есть такое понятие, то есть, как это совместимо вообще, и совместимо ли это. Потому что в киберспорте тоже есть, как и в любом спорте, есть свои угрозы здоровью, в первую очередь, психологическому. Безусловно. Но это не значит, что не надо этим заниматься, потому что киберспорт, он до некоторого времени сам по себе развивался. И он был, ну, никто внимания на него не обращал. А мы стараемся, как вот специалисты по работе с молодежью, выстроить тоже системную работу. Мы хотим, чтобы спорт был честным, он был в первую очередь спортивным и соответствован тем идеалам, которые спорт провозглашает. Это тоже здоровый образ жизни, тоже уважительное отношение к спортсменам, коллегам, культуру некую повышать, вот спортивную. Это все требует тоже умения организовывать систему, умения организовывать мероприятия. То есть, этим тоже нужно заниматься. И, конечно, это займет очень продолжительное количество времени, потому что в Одинцововском районе мало кто этим занимался. И вообще в России так тоже тяжело. Ну, вот благо, опять, что мы познакомились с ассоциацией киберспорта Московской области. Ребята провели и школьные лиги по киберспорту. Например, если очень интересный опыт, мы сейчас тоже будем перенимать в Одинцовском районе с управлением образования. Там, если, допустим, ребята некоторые освобождены от физкультуры, но они там, допустим, играют на приставке футбол. И это интересно, и это позволяет тебе играть с людьми из других стран. Это, мне кажется, недоступно, допустим, раньше было. То есть, сейчас, пожалуйста, ты можешь сыграть с человеком из Англии, из Америки. Самый язык подтянуть. Язык подтянуть, да. И, в принципе, тоже по адреналину, по азарту, там тоже есть спортивная всякие скорость, реакция. Это реалии 21 века, и тут надо принимать. А дальше это все будет трансформироваться. Я уверен, что сейчас идут уже обсуждения, как это сочетать с нормами ГТО. То есть, чтобы киберспортсмен обязательно сдавал нормы ГТО. И с помощью виртуальной реальности сейчас идет уже комбинация и спорта, и виртуальной реальности. Как это вот. То есть, это все будет только развиваться, и это обретет, я думаю, что хорошие навыки. Ну, и обязательно этим нужно управлять. То есть, мы как специалисты, как управленцы по работе с молодежью, мы должны грамотно это все направлять в пользу каких-то полезных и социальных навыков, и личных навыков подростков, молодежи. А я хочу заметить, что фестиваль «Победа жизни» был не последним крупным спортивным мероприятием в 2018 году. Спортсмены-экстремалы закрыли сезон чуть позже. А фестиваль «Энергия мечты» также был организован Одинцовским молодежным центром. И я предлагаю сейчас посмотреть, как же экстремалы завершили сезон катания 2018. Внимание на экран. Андрей и его друзья в категории BMX «Новички» освоили только базовые элементы, поэтому пока на участие в фестивале «Энергия мечты» они не решились, присутствуют в качестве зрителей. Сюда съезжаются райдеры почти со всей России, достаточно большой призовой фонд, ну и вообще ради опыта, я думаю, надо поучаствовать. Фестиваль «Энергия мечты» прошел в новой экстрем-зоне в центре Одинцова. Посостязаться в выполнении трюков на самокатах и BMX'ах приехали более ста спортсменов из разных городов Московской области. Ромик, морские задачи. Делать эффектные скольжения и прыжки на обычном самокате не получится, нужен специальный трюковый. Еще одно обязательное условие для участников фестиваля – наличие экипировки. Все участники должны быть в шлемах обязательно, мы только приветствуем дополнительную защиту на локте, колене, потому что самое главное, чтобы спорт был без травм. Александра Шевченко из Королевы экстремальным увлечением заразил друг. Молодой человек уже три года оттачивает трюки на самокате. Тренируется каждый день летом и дважды в неделю зимой. Этот спорт не похож на другие виды спорта, это не как футбол, не как баскетбол, там можно кататься как хочешь, потому и фристайл. То есть ты сам выбираешь свой стиль катания. Экстремальные виды спорта для молодежи привлекательны в первую очередь ввиду того, что нужно не так много инвентаря и не нужны абонементы в фитнес-зал. То есть если есть оборудование, если есть экстремальная площадка, бордюры, лестница в парке, то ребята в принципе могут начинать свои тренировки. Также это определенный круг, компания, друзей, сверстников, единомышленников. Результаты усердной работы не заставили себя ждать. Сальто на самокате оценили и судьи, и зрители. На фестивале «Энергия мечты» Саша занял первое место. Сразу после окончания соревнований самокатчиков тренировку в экстрем-зоне начали райдеры на бэмиксах, начинающие любители и профи. Антон Евстифеев, один из лучших райдеров России, помогал в организации фестиваля «Энергия мечты». Одинцовскую экстрем-зону спортсмен оценил по достоинству, говорит, это достойная площадка. Это для хорошего старта. Правда, условия важные, но не самая главная составляющая успеха. В первую очередь, я думаю, что нужно быть честным и верным себе, потому что чемпионом можно становиться каждый день. В борьбе с одним собой, каждый день можно становиться чемпионом, и каждый день, делая работу над собой, можно прийти к каким-то определенным результатам и целям. Сезон катания на самокатах и бэмиксах спортсмены-экстремалы закрыли зрелищно. Правда, это не значит, что сразу после окончания соревнований их средства передвижения отправятся пылиться до весны. Оттачивание мастерства продолжится на закрытых площадках. Федор, фестиваль «Энергия мечты», я так понимаю, прошел впервые в Одинцовском районе. Вот поделитесь впечатлениями, считается ли этот опыт удачным или есть над чем поработать? Да, нам очень понравился этот фестиваль «Энергия мечты», впервые проходил. Понравился очень всем участникам, в первую очередь, это для нас тоже было важно, потому что приехали топовые райдеры со всей Московской области, из Москвы. Это ребята авторитетные в своем виде спорта. Некоторые даже будут представлять Россию на чемпионатах мира и, возможно, даже на Олимпиаде. Поэтому нам было важно провести качественно этот чемпионат. В принципе, нам это удалось. То есть, ребята все отблагодарили, были очень хорошие призы. Опять же, с помощью комитета нам удалось уровень организации поднять. То есть, все, опять же, повторюсь, что все проекты, которые связаны с молодежью, они возможны только при объединении усилий комитета управления образования, молодежного центра, общественных организаций. Только вот так можно сделать какую-то качественную вещь. И ребята все благодарили за уровень. То есть, в плане музыкального сопровождения, судейского. Значит, сама площадка классная. Всем очень понравились ее радиусы, там специфика тоже. Спортсмены оценили нашу площадку. Спортсмены очень оценили, да. И как она оформлена, разукрашена. Она же тоже, ребята, Дима Левочко ее разрисовывал со своими тоже друзьями. То есть, это в целом так получилось очень ярко и красочно. Ну, есть, естественно, там наши какие-то внутренние моменты, на котором будем дальше работать в плане освещения. Хочется побольше контента с этого мероприятия получить. Ну, вот, опять же, будем все это дальше развивать. Ну, и энергия мечты почему? Потому что, вот, опять же, молодежный завод, он выявил большое количество ребят, волонтеров. И которые сами построили для себя скейт-парк. То есть, это было для нас очень важно, что ребята приходили после учебы, после работы, по ночам строили для себя скейт-парк. Это была их мечта. И вот эта энергия, которую они там дали, получилась энергия мечты. И получился замечательный фестиваль. А будет ли в этом году торжественное открытие сезона у спортсменов-экстримов? Ну, раз торжественно закрыли, надо торжественно открывать. Да, хотелось бы в мае провести, наверное. Да, как только снег сойдет. Почему в мае? Можно и в апреле. Главное, чтобы снега не было. Ну, в прошлом году. Площадка-то позволяет, собственно, проводить. Да, 23 апреля у нас в прошлом году начались теплые денечки. Все начали кататься 23 апреля. Ну, вот я думаю, да. Мы будем надеяться, что и в этом году погода нас тоже порадует и позволит открыть сезон уже в апреле, не дожидаясь мая. Насколько я понимаю, Денцовский молодежный центр пропагандирует здоровый образ жизни не только посредством, да, вот таких фестивалей. Также вы проводите уроки трезвости. Вот расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Как часто, где, с кем? Во всех школах Одинцова и не только Одинцовского района, и Голицына, и были мы в конце 2018 года, и в Кубинку нас приглашали. Дети какого возраста обычно приглашаются на уроки? А, совершенно разного. То есть, как поставят учителя в план, то есть, это могут быть и совсем юные возрасты, малышей. Но чаще всего вот попадаю я от седьмого класса, потому что это, к сожалению, становится уже целевой аудиторией лоббистов. Седьмой класс? Седьмой, восьмой класс, поэтому, собственно, седьмой, восьмой и старшие ребята попадают в уроки. А вот есть разница, да, зависит, реакция, скажем так, аудитория, зависит ли от возраста? Да, зависит. С кем легче работать? Легче седьмой, восьмой, ребята, которые вот только-только, потому что для них это неизвестно, для них это интересно, они внимательные слушатели. Они активно ведут со мной интерактив, с ними, конечно, попроще, потому что лучше внимают. А ребята, которые постарше, они, возможно, говорят, что мы уже выросли, и мы все знаем, мы молодцы. Поэтому иногда вот дух борца создает некие трудности, но так как мы спецы, мы специалисты, мы, для нас это совершенно не проблема. Мне кажется, на самом деле, вести такие разговоры с молодежью достаточно трудно, потому что какое-то неловко сказанное предложение, да, и все, они это подцепили, и дальше говорить с ними уже достаточно проблематично. Вот что ни в коем случае нельзя, какие ошибки допускать во время уроков трезвости? Как не нужно говорить о здоровом образе жизни? Ну, в первую очередь, надо быть, во-первых, честным с ними, потому что, как только они, ну, подростки, молодежь, они очень остро чувствуют фальшь, обман, и если ты честен, то, в принципе, даже если ты оговоришься, они тебя простят. Вот, а если ты как-то обманываешь, то, естественно, они будут тебя зацепиться, будут троллить там, стебать. Вот, ну, нам легче, потому что, во-первых, мы сами трезвенники, мы ведем… Тут врать не приходится. Да, тут врать не приходится. Если они спрашивают, а вы сами это употребляете, то, естественно, мы рассказываем, что мы все трезвеньки давно все бросили, и советуем нам даже не начинать. А какие вопросы обычно задают на уроках трезвости? Сами ли вы курите, сами ли вы пьете, почему вы приходите, как вы сюда пришли, и начинаешь объяснять, что хочется внести добро в массы, хочется, чтобы было людей таких, как я, больше, чтобы было больше соратников. Поэтому самые распространенные, наверное, вопросы. Но бывают такие вопросы, ребята уже после лекции подходят и спрашивают, тут у меня папа курит, как сделать так, а я не хочу, чтобы он курил, как сделать так, чтобы он бросил. Тут, конечно, мы не волшебники, и мы уже тет-тет-тет общаемся какими-то такими, делюсь секретами, которые я знаю. И ребята благодарят, говорят спасибо, и дальше уже я надеюсь, что эти секреты работают. А я хочу рассказать телезрителям, что нам удалось побывать на одном из уроков трезвости, который прошел в четвертой гимназии, правильно? Да, у нас там был даже целый... Мы приводили там урок трезвости. Это более был, чем урок трезвости, да. Это был даже некий антинаркотический стол с управлением образованием мы сделали. Там были специалисты, и, по-моему, даже главный нарколог был. И все лидеры общественных мнений в школах были, и заочи по воспитательным работам мы рассказали, как мы эти проводим уроки. Пригласили специалистов из молодежного властного волонтерского патруля при Главном управлении региональной безопасности. Там других ребят из общественных объединений Москвы и области. И они поделились тоже своим опытом. Это, в общем, там прям хорошо прошло. Методички свои показали, вот разработки. Конструктор возражений в помощь подросткам и молодежи, как правильно отказаться от предложения выпить, закурить, и не стать белой вороной у себя в классе или там у себя в комьюнити своем. Вот. Поэтому это очень такой опыт хороший. Надо продолжать регулярно встречаться, обмениваться опытом, давать и заочим новые инструменты, и этим ребятам активным из школы, чтобы они уже внутри школы у себя все это распространяли. А я хочу подтвердить слова Федора. Действительно, было очень интересно. Мне удалось убедиться в этом лично. Давайте вспомним, как это было. Артем Воронин, руководитель Московского областного волонтерского патруля, ежедневно проводит уроки трезвости. Его личный рекорд – 10 занятий за один день. Но говорить о здоровом образе жизни молодой человек не устает. Нам для жизни нужно питание. А яды, интоксиканты, любые, алкоголь, табак, другие интоксиканты, неважно, это конкретно, это яды. То, что алкоголь, никотин, не говоря уже о наркотических веществах, это яды, выступающие на конференции доказывали, опираясь строго на научные факты. Приближаются длинные новогодние праздники. В этот период в стране резко увеличивается употребление алкоголя, растет число психозов и преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Если бы мы имели общество, в котором существует сознательная трезвость, и люди не травят себя алкоголем, то эта статистика была бы ноль. А так у нас выходит в год в Москве появляется тысяча сумасшедших людей, которые сошли с ума только потому, что травили себя алкоголем. То, что курить и пить, это как бы модно. Нас регулярно пытаются убедить создатели сериалов и музыкальных клипов, герои которых употребляют алкоголь и успокаивают себя сигаретой. Любой профессионал в сфере рекламы подтвердит, это манипуляция нашим сознанием, противостоять которой сложно, но можно, если вовремя понять, трезвость – естественное состояние человека. Главная цель конференции, которая прошла в 4-й гимназии – рассказать собравшимся, как этого добиться самому и помочь другим. В зале не только школьники, но и заместители директоров по воспитательной работе. Такие конференции, они позволяют пообщаться с завучами, показать им новые разработки, привлечь экспертов к этому процессу и выстроить системную работу по такой профилактике по всем школам Одинцовского района. Уроки трезвости в образовательных учреждениях муниципалитета специалисты Одинцовского молодежного центра проводят регулярно. Их целевая аудитория – ученики с 7 по 11 класса. Лекции о здоровом образе жизни им читают 2-3 раза в году. Насколько я знаю, при Одинцовском молодежном центре работает медиа-центр. Расскажите о нем, пожалуйста, поподробнее, чем он занимается. Основное направление их медиа-центра – это, можно сказать, два генеральной линии. Первое – это создание и поддержание некого сообщества, молодых журналистов, блогеров. Это могут быть школьники, это могут быть студенты. Те, кому интересны медиа, социальные сети, блоги, распространение информации, написание статей, все что угодно. Телевидение. Поэтому мы основной упор делаем на молодежи, на подрастающем поколении. И вторая генеральная линия – это создание собственного контента, освещение мероприятий, молодежных в первую очередь, мероприятий города, района, помощь журналистам, помощь медиа-личностям у нас здесь. И мы тоже стараемся уже с готовыми ребятами, те, кто уже умеет взаимодействовать и выстраивать какие-то интересные проекты. Ну, вот планы, опять же, запуск некого конкурса. Я сейчас продумываю, какая концепция это будет конкурса, в каком он будет виде, опять же, по школам и вузам Одинцовского района. Вот, чтобы выявить ребят, у которых уже есть предпосылки, вот, к медиа, значит, к молодежному медиа. Вот, и также продолжение школы, значит, медиа-центра молодежного. Сейчас руководство областного молодежного медиа-центра подготовило некое методички, они сейчас согласуются, и мы тоже с этой методикой будем у себя внедрять, перенимать. Ну, конечно, хотелось бы нам создать студию, где у нас уже есть некоторые образцы техники, мы можем уже какой-то качественный контент выдавать. Вот, будем ее дальше обустраивать, находить возможность сделать свою студию, чтобы молодые блогеры могли в любое время дня и ночи прийти и записать свой блог или, ну, какой-то пост написать, попросить помощи у более старших коллег, то есть обмениваться опытом. То есть, будем двигаться. А я надеюсь, что однажды мы, может быть, даже увидим выпуск новостей молодежного медиа-центра. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо вам. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры подогнал «Симон»!